На территории республики пресечено 290 552 нарушения правил дорожного движения. Представленная статистика рассчитана за 7 месяцев с начала 2023 года. Проведено десятки профилактических мероприятий. Планируют еще. Подробно о том, что сделано и на что нужно обратить внимание, рассказал государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропагандой безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии Заур Капушев. С ним встретилась Альбина Ламкова. Сотрудники госавтоинспекции Карачаево-Черкесии на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения участниками дорожного движения. Данные меры направлены в первую очередь на снижение числа и тяжести последствий ДТП. Сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике с начала 2023 года по настоящее время были организованы и проведены десятки рядовых профилактических мероприятий по предотвращению ДТП. Буквально неделю назад закончилось оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Сейчас у нас проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Понятное дело, что в каждом профмероприятии, у каждого профилактического мероприятия свои цели и задачи, которые в обязательном порядке сотрудник госавтоинспекции республики должны выполнять. Взаимодействие пешеходов и водителей тоже остается проблемным. 113 нарушений допустили недисциплинированные пешеходы и пассажиры транспортных средств. Пресечено около 3000 нарушений. К сожалению, не все знают, что за несоблюдение пешеходами своих обязанностей согласно правил дорожного движения их могут оштрафовать. Быть пешеходом – это очень ответственно. Особенно важно уметь вести себя на улице, переходить дорогу и знать правила для пешехода. Выявлен ряд административных правонарушений, грубых нарушений ПТД, касающихся нарушения правил пересечения прореза части пешеходами, также нарушения правил дорожного движения водителям, которые, в свою очередь, не выполняли требования законодательства уступить дорогу пешеходу, который пользуется преимуществом движений. Наша задача при проведении подобного рода профилактических мероприятий – это, повторюсь, именно профилактика. То есть работа с людьми, которая направлена на то, чтобы донести до людей всю проблематику, которая имеется у нас в связи с имеющим место ростом ДТП, в том числе с участием пешеходов. За семь месяцев с начала 2023 года сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии на территории республики выявлено 1185 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не имея водительского удостоверения, за руль сели 989 автомобилистов. Причём зачастую водители отказываются от прохождения медосвидетельства в состоянии опьянения, как на месте с помощью алкотестера, который состоит на балансе у госавтоинспекции. Они также отказываются от прохождения свидетельствования. Фактически говорят о том, что человек находится в состоянии опьянения. То есть он приравнивается к тому, что водитель находится в состоянии опьянения, и он уже не может дальше управлять тассными средствами. И не всегда это случай, когда водитель находится именно в алкогольном опьянении. То есть есть такая проблема у нас, много очень, в особенности молодёжи, которая употребляет наркотические средства. В начале учебного года сотрудники УОЗ автоинспекции планируют провести ещё ряд мероприятий с несовершеннолетними. Лето подходит к своему завершению. Дети массово приезжают домой с мест отдыха. Возможно, некоторые из них отвыкли от оживлённых улиц большого города. Поэтому полицейские подготовили множество мероприятий для юных участников движения и их родителей. С начала сентября месяца 2023 года проведение месяца безопасности дорожного движения, в рамках которого у нас будут проводиться профилактические мероприятия. В частности, будут учебные заведения, потому как у нас сейчас будет акцент делаться на учебные заведения, ввиду того, что детки у нас находились на каникулах три месяца, в особенности, если мы берём младшие классы, да, и, понятное дело, что кто-то из них где-то что-то подзабыл касаемо правил дорожного движения. В обязательном порядке будем с ними беседовать, вместе с преподавательским составом, с родителями будем стараться. Кроме того, особое внимание будет уделено соблюдению водителями правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Инспекторы будут проводить проверки транспорта вблизи образовательных учреждений и на трассах. Алина Ламкова, Алий Бастанов, Вести Корчава, Черкесия.